Всех приветствую! Сегодня 13 июня. Я проведу обзор с излишками, которые высылаю почтой по всей России. Я живу в городе Чебоксары, Чувашская республика. Свой номер телефона закреплю в первом комментарии и сейчас продиктую. 8 927 990 90 94 Пишите на WhatsApp в Telegram Viber Лучше писать, звонить не нужно. Можно отправлять голосовые сообщения. Если кому-то нужно будет дополнительное фото или видео, обязательно пришлю. И начнем мы сегодняшний обзор с фикусов. Фикусомбилата перед вами укорененные череночки. Здесь у меня два. Вот они с корнями. И есть еще два укорененные в воде. Отправлю их во мху. Очень хорошо доходят в пакетах и во мху. Вам нужно будет всего лишь навсего посадить их в небольшие горшочки или стаканчики. И они продолжат рост свой. Сразу скажу, что растений у меня очень много и обзор будет длинный. Поэтому наберитесь терпения, наливайте чайку, кофейку. И просматривайте мои растюшки. Заказывайте, не стесняйтесь. Следующий фикус это велютина. Велюровый фикус. Укорененные черенки разных размеров. Вот корешки. Опа! Падает. Слава Богу, что не на пол, а то бы сломался. Тяжелый еще. Сейчас покажу второй. Вот тоже корни. И вот побольше еще. Череночек. Череночище даже. Фикус велютина. Следующий фикус это альтисима. У нее клон. Вот такой красавчик. Яркий. Пушистый. Укорененный. Один. Остался у меня один саженец. Не хочет фокус ловить на корнях. Вот такой симпатичный товарищ. Яркий очень. Следующий красавчик. Фикус де гантель. Мой любимчик. Вот такой белоснежный. Красавец. Четыре саженца я предлагаю к продаже. Можете их увидеть. Они перед вами. Вот такой подросток. Вот такой черенок. Взросленький. С горшком предлагаю уже. И вот такой подрастающий тоже. Можно сказать подросточек. Молодой. Следующий фикус это аурея. Вот такой красавец. Крупнолистный. Следующий фикус это фикус бафт и реджинальд. А также оригинальд могу на срез предложить. Очень много череночков. Вот такой салатовый симпатичный фикус. Уколеняются они легко черенки в воде и в стакане. Даже без теплички можно. А также на срез фикус букле предлагаю. И фикус али амстел голд. Тоже на срез черенки предлагаю. Следующий фикус это бафт. Предлагаю взрослый к продаже. С горшком. И фикус кинки предлагаю тоже с горшочком взрослый экземплярчик. Следующая группа растений это будут хоечки. Хои латифолия. Очень крупная хои. Укорененные. Корни видно сквозь стакан. Листья у этого сорта очень крупные. Вырастают до 20-25 сантиметров. Это во взрослом состоянии. Если предоставить ей надлежащий уход. А так растут и по 10-15 сантиметров тоже. Следующий хои это кэри. Врейгатная. С желтой врейгатностью в середине листа. Очень крупная хоечка. Вот этот экземплярчик полностью с горшком отправлю. Огромная, мощная. Вот у меня здесь второй экземпляр стоит. Если разглядите. Листочки на хорошем освещении. С желтой врейгатностью в середине листа. Немного у меня отсвечивает. Не вижу, что показываю. Свела она у меня недавно. А вон там листочки видно хорошо. Свела недавно. Очень долго, кстати. Дней 10 свела. Для хоечки это достаточно немало. Потому что некоторые хоечки по 3 дня цветут. А также от этой же хоечки. Кэри. С желтой врейгатностью. Вот тут у меня еще 3 черенка укорененных. Укорененных в воде. Вот такие небольшие череночки. В один лист в основном здесь. 3 черенка у меня. Следующая хоечка это публикалик с пинг сплэш. Два вот таких черенка укорененных в воде. В один лист. Сейчас она у меня не хочет фокусироваться ни в какую. Попробую. Во. И второй черенок пока без корней. На срез получится. Есть еще в земле 2 укорененных черенка. Они менее врейгатные. Вот этот череночек хороший. В один лист. Дальше будут тонколистные хоечки. Это из дорогой серии. Хоя про етори. Очень красиво цветет. Оранжевыми цыплятками. Была у меня еще лазианта в продаже. Она цветет с желтыми цыплятками. Их разобрали. Все разобрали, девчонки, лазианту. Осталось у меня про етори. Есть еще пару череночков. Но пока вот такой один только у меня к продаже готов. Хороший. Крепкий черенок. Большой. Даже не черенок, а уже саженец. Несколько узлов. Хоя, локи. Остался один саженец. Вот такой. С толстым стволом. Можно его уже делить. Резать, черенковать. Вот этот черенок отдельно можно. Укоренить. Вот так можно будет обрезать. Еще можно будет срезать. Новый рост пойдет после каждого среза. Это от взрослых. Экземпляров у меня. Саженцы такие с толстыми стволами уже. В общем-то осталось последние локи. Следующая хоя это дануменсис. Белые, фарфоровые, крупные, очень эффектные цветы у этого сорта. Если кто-то не знает, как цветет хоечка дануменсис, можно посмотреть в интернете. У меня много саженцев в наличии. Сюда принесла только четыре. На столаже еще целая куча. Хоя ондулата, красотка. Предлагаю один черенок в один лист на срез. Хоечка эта дорогая. Очень красивый лист. Обалденный. Здесь у меня немного освещение темноватое. Очень длинный, очень большой, крепкий, мощный лист. Я думаю, многие знают этот сорт. Как он востребован. И какой на него ценник. Недешевый. В один лист будет череночек с длинным усом. Вот такой длинный ус будет у него. Вот такой, несколько сантиметров. Вот такие роскошные листья у этого сорта. Это длинный, длинный лист. Бывает еще короткий лист ондулата. Это длинный, очень красивая хоечка. Следующий красавец. Это будет антуриум гукерова ригатный. Я его продаю, решила продать. Вот такой он огромный, громаднейший у меня. Абсолютно беспроблемный. Вот такая варигатность на нем. Чем больше освещения, ему вообще можно прямое солнце. Сначала немного приучить в ваших условиях к этому солнцу. Прямо практически на прямое солнце выставлять. И будут расти с сильной варигатными листьями. С сильной варигатностью, с хорошей. Вот этот новый лист 60 сантиметров. Вот тут немножко есть варигатность. Вот тут, если заметите, на видео плохо видно. В реальности видно лучше. Очень крепкий экземпляр. Мощные корни на нем. Вот такие воздушные растут тоже. И в грунте очень мощные корни. В общем-то, товарищи беспроблемный. Вот на этом листе, кстати, варигатность тоже хорошо видна. Растение пока молодое. Живет у меня год. У хозяйки жил тоже год. Поэтому все еще у него впереди. Антуриум гукеры. Если кто-то хочет. Такое крупное, мощное растение. Пожалуйста. Предлагаю. Следующий антуриум. Декоративно-лиственный. Вот такой малыш. Это гибрид фаргетти. Стоит у меня в воде. Можно его уже, в принципе, сажать. Корни пустил. Вот такой фаргетти. Красавчик. Продолжаем обзор. И следующая группа растений. Это будут филодендроны. Вот такой красавец. Очень крупный. Мощный. Это билетау. Оранжевые ножки. Макушка в два листа. Прекрасный красавец. Который у меня здесь не умещается. Ложится практически. Перевешивает. Я уже там поставила камень. Но и он не справляется. Черенок тяжелый. А стаканчик с грунтом легкий. Есть еще один черенок. В один лист. Тоже укорененный. Промежуточный. А это макушечка. Билетау. Оранжевые ножки. Вон какие у него длинные. Оранжевые ножки. Классный. Билечка. Вот еще один промежуточный черенок в один лист. Листья у него крупные. По 30-40 см. Сразу с крупными листьями уже идет. И растить будет тоже уже крупные листочки. Укорененный промежуточек. Следующий филодендрон. Это параизоверда. Бритау мраморный. Вот такой красавчик в регатном. Вот родитель. Вот он. Вот это все листочки родителей. Разные листочки растит. Сейчас вот менее в регатный. Солнце побольше предоставим. Будет более в регатный. Предлагаю от него симпатичных вот таких больших детей. Вот молодые. Перспективные. Хорошенькие. Огромные. Вот это все. На продажу у меня излишки. Филодендрон биллитава. Мраморный. Второе его название. Параизоверда. Более зеленые черенки обязательно приобретают в регатность со временем. Поставите всего лишь на всего на яркое освещение и будет вам сюрприз в регатный лист. Следующий это у меня розовая принцесса. Вот такая шикарная. Становится. Листочки начинают растить более крупные и более яркие. Я ее пересадила в больший горшок. И этот у меня саженец на продаже. В несколько узлов. Тоже такой перспективный. Вот этот новый лист уже более в регатный. Тоже освещение много нужно этому сорту. Чем более яркое освещение. Конечно, солнце не прямое. Тем будут более яркие листочки с розовинкой растить. Вот родитель. Тут у меня немного закрытые под другими растюшками. Вот она. Принцессочка розовая. Тоже сейчас хороший лист выпустила. один только саженец в наличии. Следующий филадендрон это карамель-крем SP. Вот такой экземпляр. Полностью, целиком я продаю. Молодые листочки очень яркие. Вот тут у меня более солнечно в серединке балкона. А вот здесь вот немного уже темнее смотрится. Вот видите. Красавчик на солнышке. Вот такой его стволик. Живет у меня около года. Филадон я покупала маленький в два листа по моему прошлым летом. Решила его продать. Хотя немного жалею. Взрослые филадендроны. Все симпатичные, все крупные становятся. Этот пока еще подросточек. Следующий филадендрон это white knight. Вот такой красавчик. Укорененные черенки промежуточные. Предлагаю к продаже. Тоже здесь будет светлее смотреться. Вот три таких. О, падает у меня сегодня все. Вот таких три череночка, три саженца. Вот этот низ растения от него обрезала. Это промежутки. Есть еще white wizard. Промежуточный черенок. Забыла его пронести. Тоже у меня один в продаже. White wizard. А это white knight. Три штучки пока. Следующий филадендрон это африканская фантазия. Вот такой у меня огромный экземплярище в пять листов. Вот новый лист, пятый. Раскрылся. Молоденький лист. Корни у него хорошие. Дополнительное видео, если надо, пришлю. Сейчас просто я не стала вытаскивать. У меня очень много растений стоит на полу. Не только на полу, везде и на диванах, и на тумбочках, потому что коллекция большая. Все не умещается. Вот такой африканская фантазия. Филадендрон. Растение это не дешевая. Листья у него крупные, по 40 сантиметров. Уже многие продают с мелкими листочками, а у меня этот экземпляр уже идет очень гигантский, крупный, классный. Сейчас покажу материнское растение. Вот здесь у меня располагаются в прихожей на стойке филадендроны. И вот она, красавица африканская фантазия. Очень крупный, класснючий сорт. Кто любит крупномеры? Обрезала я его в этом году. Вот как раз эта верхушка на продажу идет, которую я сейчас вам показала. Это уже новые после обрезки листочки. Там уже третий лист выходит. Вот. Очень крупный. Еще один. Ой, тут его плохо видно, но что-то видно. Закрывает другие листья. Классный филадендрон, но, как я уже сказала, не дешевый. И вот тут покажу билетау. Оранжевые ножки я уже показывала, тоже два саженца на продажу. Вот материнское растение. Тоже обрезала в этом году, пересаживала. Уже наращивает новые листья после обрезки. Красавчик. А также предлагаю филадендрон тенуа. Широкий лист на срез. Два саженца. У меня есть промежуточных. Два черенка, точнее. Вот его листья. Макушку у меня забрали с прошлого заказа. Еще буду обрезать два промежутка. Вот так смотрятся листья с изнанки. Классный, эффектный фил. Вот этот будет с таким листом одним. И вот еще один промежуток будет вот с таким листом. Вот он. В общем-то два промежутка. И больше наверное уже не буду резать, пускай растет. Смотрите, какой у меня флоридо бьюти-альбо лист растит. Классный, мощный, яркий, огромный. Я ее пока не осмеливаюсь обрезать, не предлагаю возлишки. Это предыдущий тоже. И голдсатин тоже. Смотрите, какие паучи корни. Вон там новый лист, они у меня уже не умещаются здесь. Скоро буду перестановку делать, немножко их по-другому ставить, переставлять. Следующая группа растений это монстеры. Монстера варригатная борзига. Решила я ее обрезать в этом году. Вот такая она у меня огромная, уже метра полтора. Думаю, если я ее в этом году не буду черенковать, то она будет до потолка. У меня до следующего года новый лист раскрывается. Верхушку оставляю себе, а промежутки будут уже с крупными листьями. В основном по одному листу будет промежуток на продажу. Вот такие промежутки всякие разные, хорошие, с варригатностью. В основном по одному, может быть, где-то и будет по два листа, но в основном по одному скорее всего будет промежуток в один лист. А также есть пару саженцев укорененных от нее. Вот укорененный саженец от Монстера Борзиги в один лист уже с корнями. И есть еще на стеллаже. Покажу, если кому-то нужно. А также предлагаю Монстеру Эскулету. Колоснючий сорт, очень крупные листья. Это макушка. Макушка в два листа. Растение это не из дешевых. Вот такая. Мне ее очень жалко продавать. Это практически мой любимый сорт Монстерки. У меня тайское созвездие в любимочках и вот это из Кулету. Сейчас покажу еще одно растение, которое у меня остается. А это решила продать, потому что место не резиновое. И хочу новинок. еще много. Это у меня тайка. Показывала недавно в обзоре. Новый лист крутит. А вот из Кулета еще одна. Ее себе оставляю. А эту продаю макушку в два листа. Следующий Монстера это Индоминт. Вот такая варигатная варигатная. Один у меня саженец пока в наличии. Укорененный промежуток. В дальнейшем листочки будут очень крупные у нее. И Монстер архипелага. Минтовая варигатность у этого сорта. Варигатность не пропадает никогда. Конечно освещение нужно более ярко этому сорту. Но варигатность она не пропадает. Она все равно есть. Череночки промежуточные все укорененные. И обычные зеленые Монстера если кому-то нужно для озеленения квартиры. Пока молодой мне экземпляр. Потом листочки естественно будут разрезные. Недорого я ее продаю. Ее показать полностью. Вот так. Далее у меня красавица брения снежная. Смотрите сколько саженцев. Вот такие крепкие взросленькие уже. Четыре саженца. И поменьше два. укорененные адаптированные давно. Ждут новые домики. Хотят к новым хозяечкам и пересаживаться уже в коршочке им пора. Очень любят попить. Пересушек не выносят. Снежная бреничка. Вот у меня родительское растение. следующее растение это эпипремум пенатум варигатный. Предлагаю его целиком и полностью. Из горшка выну. Так как с горшком будет тяжелая. Упакую мох сфагнум. Он у меня очень варигатный классный. Листочки со временем будут разрезные и крупные. Сейчас пока это еще подросток и он такой не особо крупненький. Но хотя не сильно мелкий. Следующий красавец это плектрантус варигатный. Вот так у меня разросся. Просто огромный стал. Нужно его расчеренковать. Предлагаю черенки на срез к самостоятельному укоренению. Укореняются легко в воде. Тень очень хрупкая. Его я редко предлагаю на продажу. Но в этом как бешеный разросся. Будет несколько череночков. Очень приятно пахнет кстати этот плектрантус и украшает интерьер. Красивненько смотрится. Можно его ампелем выращивать. А также вот такой еще плектрантус у меня есть. Более желтый. Вот так выглядит на солнышке. Тоже череночки на срез предлагаю. И есть один укорененный черенок от него. Сейчас покажу. Тоже очень приятно пахнет. Как и все плектрантусы. Имеет очень приятный аромат. Вот такой укорененный черенок плектрантуса. Один у меня в наличии. Хорошенький крупненький. и есть еще плектрантус южный. Один укорененный черенок зелененький. Следующее растение это будут эпипремнумы. Вот такой золотистый. У меня красавец. Очень яркий. Очень крупный. Предлагаю черенки на срез. очень легко укореняются. Недорогие. И очень эффектно смотрятся. Бывает не яркий золотистый. Сандатус у меня экземплярчик хорошенький, яркий и крупный. Есть парочку укорененных. Вон там в один уже с корнями. это золотистый. Вот тут уже по-другому на солнышке смотрится ярче. Следующий сциндапсус это неон. Вот такой красавец яркий. Смогу срезать парочку наверное у меня черенков будет лишних. Может быть три наберу. Вот такой красавец. обязательно украсит ваш интерьер. Цветочный уголок своим роскошным ярким цветом. Довольно-таки недорогой сциндапсус, но очень приятный глазу желтенький. Следующий сциндапсус это сумасшедше красивый марбл квин. Просто обалденные листья. Роскошные брызги желтые. Особенно на ярком солнечном освещении смотрятся бесподобно. Найду парочку череночков на срез. Укореняются сциндапсусы легко в воде. Можно организовать тепличку, но без теплички они тоже будут укореняться. Но лучше, если хотите, чтобы побыстрее укоренился без всяких заморочек, лучше организуйте тепличку. И еще один красавец сциндапсус это золото дракона. Такой крупный, яркий. Очень много черенков я от него продала с начала сезона. Но он все равно хорошо у меня растет. Поэтому я предлагаю еще череночки на срез. Пока лето берите, укореняйте и растите, не пожалеете. В интерьере смотрится шикарно. Молодые листочки некоторые не особо крупные, хотя этот сорт считается крупным. Самый крупный лист достигает 17 сантиметров в длину. И всегда он яркий. Но конечно, если не на северном окне будете растить, у меня окна юго-восточные и немного еще подсветка. Даже зимой растет он у меня ярким и крупным. конечно, весной и летом еще ярче. Тоже найду несколько череночков на срез. Следующий эпипремум это пенатум white это не white это yellow с желтой варигатностью. Предлагаю череночки на срез. Очень много черенков хороших. Допустим, как вот такой большой черенок будет. Вот такой черенок могу большой срезать. Крупненький. В общем-то черенков здесь очень много на срез. А также я предлагаю его целиком и полностью если кто-то желает вышлю полностью целиком этого красавца. Со временем с годами у него листочки будут еще крупнее и разрезные. Экземпляр у меня пока молодой. Ему примерно год может полтора и на ярком освещении все ярче и ярче листья растут. Вот изначально были более зеленые. Сейчас с приходом сначала весны потом лето вот такие вот уже яркие он не наращивает. А если его на опору поставить то будет еще крупнее и ярче. Естественно под хорошим освещением. Следующий красавец это Эн Джой. Посмотрите какой он у меня бивной пушистый классный. Предлагаю все растение полностью. Вот такого красавца прям с горшком. А также череночки на срез тоже предлагаю. Здесь есть что срезать. Красавец Эн Джой. Очень медленно растет кстати этот сорт. Вот такой куст вырастить можно за несколько лет не сразу. Следующие это будут бегонии коралловые вот такая крупная красавица. Самый неприхотливый сорт из всех бегоний кажется. Листья у меня сейчас сантиметров по 30. Вот так она у меня разрослась. Нужно я немножко облегчить жизнь срезать череночки так как она у меня еще до конца лета здесь хорошо вырастет. Вот так она бесподобно цветет. Вот листочки с изнанки красные. бегония бегония коралловая предлагаю черенки на срез также бегония фито йенсис вот такая природная бегония очень крупная листья очень крупные предлагаю тоже на срез листочки штуки три у меня будет без проблем на бегония плющ хидера с желтой вригадностью укорененный саженец есть еще один укорененный в воде сейчас покажу как выглядит взрослое растение а также предлагаю от этого взрослого плюща череночки на срез для самостоятельного укоренения такой красавец очень крупный классный череночки на срез очень много большого взрослого и огромного я предлагаю много черенков от него на срез для самостоятельного укоренения следующие будут церапеги вот такая у меня зеленая которую я предлагаю полностью целиком весь горшок она у меня взрослая там большие такие на ней шишечки колубенечки в горшке вот такая большая шлю видео отдельное в личку в личное сообщение потому что здесь не разглядеть полностью растение а также предлагаю черенки на срез от нее недорогие по 100 рублей от зеленой церапеги церапеги варигатная череночки на срез целиком я ее не продаю только черенки на срез тоже она у меня большая длинная эффектная загорелая красавица череночки на срез от нее я предлагаю следующие будут тродискан целая такая роскошная темно-фиолетовая на ярком солнце практически черная очень много черенков на срез будет у меня видите как смотрится по-разному солнце немножко сейчас пропало и она уже здесь темно и выглядит разрослась у меня шикарная стала большая и до конца лета еще раз растется поэтому предлагаю для самостоятельного укоренения черешки у нее очень плотные толстые жирные обычная фиолетовая сортовая тродисканция как я уже сказала с толстыми черешками а также предлагаю рядом с ней сеткриазия пурпурная варигатная несколько череночков я найду немного может быть 2-3 только на срез тоже а также есть у меня черенок укорененный от сеткриазии пурпурный не варигатный обычный фиолетовый я уже запуталась просто она у меня стояла под лампой и совсем бледная а солнце будет фиолетовое это обычная сеткриазия пурпурная фиолетовая вот так сфокусировалась а также тродисканция сила монтана с желтой варигатностью классная тродисканция предлагаю вот эти череночки большие для самостоятельного укоренения на срез я покупала черенок сама где-то в 3-4 листа вот такой маленький и тродисканция это не дешевая у нас суккулентная и медленно растущая очень любит солнышко и водички ей много не нужно можно ее быстро залить если сильно поить вот такая классная пару черенков найду на срез вот эти которые показываю будут они большие черенки крестовник дельфинчик предлагаю череночки на срез листочки в виде дельфинчиков а также крестовник роули есть у меня один небольшой стаканчик круглые горошинки не хочет фокус ловить ну примерно понятно да небольшой стаканчик крестовник крупноязычковый вот такой зелененький предлагаю черенки на срез а также у меня много укорененных сюда пронесла три вот такие саженцы укорененные сюда пронесла три есть еще на стеллаже их много а также могу на срез предложить и пеларгонии душистые могу срезать череночки на срез два сорта даже цветет у меня в этом году вот такая зеленая очень приятно пахнет с крупными листьями и варегатная наверное один верхушечный черенок будет от нее тоже зацвела вот такая классная очень очень красивая пеларгоша душистая варегатная вроде все свои излишки показала которые могу предложить на данный момент буду на этом заканчивать обзорчик пишите ватсап телеграм вайбер не стесняйтесь продиктую еще раз свой номер телефона 8 927 990 90 94 я живу в городе Чапакаса отправляю посылочки по всей России пишите не стесняйтесь номер телефона еще закреплю в первом комментарии буду на этом прощаться всем отличного настроения и